Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал! Меня зовут Антон Эсс, и на этом канале мы пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Значит, вчера просто все паблики взорвались, информация, что Моргенштерн возвращается в Россию. Я напомню, несколько дней назад они были в Праге, по крайней мере, ну, так сообщалось, я не знаю, может быть, они до сих пор в Праге, мы говорим про Моргенштерна и Дилару, и вот, пожалуйста, начал он спекулировать на теме, что я возвращаюсь в Россию, начал публиковать отовсюду, что он едет по России, по Москве, едет в своей старой тачке, что просто вот он только что приземлился в Москве. Огромные вопросы у всех сразу возникли, что он делает, потому что на него заведено несколько дел. Одно из дел, вообще, бессмыслинца, это пропаганда заключенных веществ, здесь мы говорим про татуировки травы у него на груди. А также есть у Моргенштерна дело, которое сотрудники МВД начали проверку ситуации с продажей билетов на концертный тур Моргенштерна. Речь идет о туре, который должен был состояться в 2021 году, но сорвался. Полиция также изучает по этому делу вопрос о возбуждении дела по мошенничеству. Именно по этой причине огромное количество людей стали спрашивать, а не посадят ли его, не встретят ли его первым делом в аэропорту. И сразу отведут куда надо. Но о чем речь? Здесь он, конечно, осуждал ситуацию войны с Украиной. Он занимался пропагандой, он занимался мошенничеством, потому что он продавал билеты на тот самый тур, который не состоялся. То есть есть за что притащить. Вы знаете, здесь та самая ужасная ситуация в России, когда работает правило. Если есть человек, дело в любом случае найдется. И вот, пожалуйста, все кричат и просто визжат. Я никогда не думал, что у него столько поклонников на самом деле в России, когда он подъезжает к своему новому ресторану. Это Кайф, который назывался. И потом оказалось, что это не Моргенштерн. Это оказалось, что это его двойник выступал на открытии этого самого ресторана. О чем речь вообще? Какое открытие нового ресторана? Сначала назывался ресторан Кайф, потом стал называться, сейчас стал называться, произошел ребрендинг Кайф и точка. Пригласили туда Киркорова и Лепса. Но это тоже были двойники. Попели они. Огромное количество народу, значит, бежали от счастья. Но Моргенштерн сам не приехал. Вы знаете, такой душок идет от этого пиар-финтаушами. Ты понимаешь, что, во-первых, конечно, у парней и у девочек, которые фанатеют немыслимо от Моргенштерна. Я, честно, до сих пор в шоке, что у него такое количество поклонников. Есть ли эти деньги на те самые бургеры? Я не знаю. Там через дорогу открыто вкусно и точка. То есть у Моргенштерна Кайф и точка. У тех, значит, вкусно и точка. И будут ли туда ходить регулярно? Я не знаю. Буквально несколько недель назад он заявил, что ресторан Кайф и у него закрывает, потому что он находится под давлением властей. Опять же, мы обсуждали это. И вы знаете, в контексте данного, ты понимаешь, что человек просто гнилостно хайпует на серьезной теме. То есть его внесли сейчас в реестр инагентов. И именно на этом он сейчас пытается хайпить. То есть нужно сейчас показать, как он преследуется Кремлем. И чтобы граждане его поддержали, пришли покушали в его ресторане. Вы знаете, та самая печаль, огромная на самом деле печаль, когда ты понимаешь, что как только эти самые звезды, несостоявшие, нет, вернее как, несостоятельные звезды, когда они уезжают из России и нет возможности хайпить, как это можно было делать в Москве, они очень быстро тухнут. И когда ты понимаешь, что в данном контексте их творчество, оно не настолько, видимо, хорошо, и не настолько, видимо, продуктивно, что это самое творчество способно держать этого человека на плаву. Ведь по факту, если ты действительно хороший исполнитель, неважно откуда ты работаешь, неважно из какой точки планеты ты работаешь, ты всегда будешь интересен именно в контексте своего творчества. В контексте творчества Моргенштерна, я не знаю, вот такой вот, знаете, детский хайп. Вы знаете, мне интересно всегда, а кто придумает вот эти вот пиар-ходы? Неужели была серьезная какая-то команда, на которую сидели и говорили, вот давай сейчас сделаем фейковый приезд твой в Москву, и вроде как на этом хайпе ты сейчас опять обратишь внимание к своему ресторану? Да, действительно, обратили они внимание к этому ресторану, но я сомневаюсь, что это была сделана правильно пиар-команда, мне кажется, это все было выдумано на коленке. Вы знаете, на коленке, когда ты не умеешь действительно креативно мыслить, ты занимаешься вот такой вот ерундой. И осадок. Всегда нужно думать не о том, что вот о тебе сейчас все абсолютно все говорят, а нужно всегда думать о послевкусии, которая остается после твоих вот этих вот пиар-ходов. Ну вот приехал ты, вернее не ты, а твой двойник, ну вот обманул ты всех, ну да, вот сейчас ты просто новость номер один, и что? Завтра опять все заглохнет. И вы знаете, вот эти вот самые рестораны, я считаю, что правильный ресторан, даешь толчок ресторану своим звездным именем, а дальше ресторан должен работать на тебя, потому что там вкусно готовят, потому что там есть стандарт, как правильно готовить те же бургеры. Но по факту, вот сейчас ты смотришь, печаль, душнота и пыль идет от всего, что делает Моргенштерн. Очень быстро, мне кажется, закатится эта самая звезда. Вот честно, ребят. Да, конечно, я понимаю, что я говорю с крайне субъективной точки зрения, и мне не нравится ни Моргенштерн, ни его позиция, ни его творчество. Но по факту, мне кажется, эта звезда очень быстро погасит, потому что, ну нет, вот на данный момент, нету никого в русскоязычном шоу-бизнесе, мы говорим, в русскоязычном шоу-бизнесе, которые способны держать марку. Вы знаете, как ни странно, вот так вот, оглядываясь на всех вот этих вот звезд, вот так вот обзирая их одним взглядом, ты понимаешь, вот, например, Земфира, есть у нее и гражданская позиция, и есть у нее вот этот вот легендарный флер, который идет за ней, и она может делать что угодно, она может пускать один альбом раз в 10 лет, и все равно это будет точно в сердце, все равно это будет точно по теме, и все равно это будет воспринято с любовью, потому что люди действительно ожидают. А здесь, ты понимаешь, вот они все исполнители, которые всем, чем занимаются, это дешевый хайп, который вываливается вот в такое вот грязное месиво, я уверен, что это все разовая и однодневная тема, и дальше никуда это все не пойдет. Интересно послушать ваше мнение, кто переживал, арестуют ли Маргаришена. Вот если бы он сам приехал, вот здесь были бы, конечно, интересные вопросы к нему в первую очередь, договорился ли он с Кремлем, и что вообще будет, и как он будет жить в Москве. Я считаю, что Москва ему необходима для жизни, но так как он наговорил слишком много, ему в Москву сейчас запрещено. Интересно послушать ваше мнение, дорогие мои сплетники и сплетницы. Давайте пообщаемся в комментариях. Дорогие мои сплетники, не забывайте про лайки. Лайк – это секунда вашего времени, которая вот буквально вам не стоит ничего, но это очень сильно помогает нашему каналу, это очень помогает нашему комьюнити, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, не скупитесь на лайки, подписывайтесь, у нас здесь очень интересно, у нас здесь каждый божий день, и отдельная благодарность лично от меня, всем, кто становится спонсором на этом канале и поддерживает нас донатами через суперспасибо. Спасибо, дорогие мои, от всего сердца. И, ребята, обязательно подписывайтесь. Помните, сплетник на этом канале звучит гордо. И также хочу напомнить, что вчера вышло замечательнейшее гадание про Настю Волочкову. Кто не знает, у меня есть мой основной канал, где видео сейчас выходят каждую субботу, как и раньше это было. После полугода молчания мы решили с мамой, с моей, с моей любимой мамочкой снимать очень любимое огромное количество людей формат гадания на картах Таро. Я говорю про это самое видео, по этой ссылочке вы можете пройти и посмотреть. Интереснейший расклад на жизнь Насте Волочковой. Будем внимательно наблюдать за жизнью Насте Волочковой и посмотрим, насколько наше гадание было верно. Кто энтузиаст Таро, кому нравится такой формат, ну или это просто формат для людей, которым нравится беседа за гаданием Таро, знаете, такой психологический анализ жизни Насте Волочковой. Спасибо всем, кто с теплотой и любовью встретил наше видео. Нам это было очень-очень приятно. Я вас обожаю, ребят, от всей души. Огромная благодарность от моей мамы отдельно. Вы только посмотрите, какая ситуация сейчас разворачивается. Значит, воротарь сборной России по хоккею отказался играть за клуб Минобороны и захотел эмигрировать. Но не успел, его сейчас задержали. Иван Федотов. Мы здесь говорим, конечно, про Ивана Федотова. Значит, пишут, что 25-летие хоккеистам заинтересовались в военной прокуратуре. Его подозревают в уклонении от армии. Ему грозит до двух лет тюрьмы. На сайте ЦСКА Федотов указан как вратарь. В мае появилась тогда информация, что спортсмен придет в клуб НХЛ Филадельфия. И в июле он собирался уезжать из России. Также, говорит, вот Фонтанко это все пишет, что не удалось ему. Задержали его около 10 человек прямо после тренировки. Его отвезли в военкомат. По словам корреспондента Матч ТВ, которая снимала репортаж с вратарем, по его словам, около 10 человек. Двое из них были в масках и камуфляже. Остановили Федотова на парковке. Один из них показал удостоверение и что-то сказал. Цитата. Диалог был коротким, примерно минуту. Было 4 автомобиля без каких-либо опознавательных знаков. Ваню посадили в фургон. Она попыталась выяснить причину задержания, но ее одернули, ответили, неважно. И вот, дорогие мои, отвезли его сейчас в военкомат. Вы вообще понимаете, какая ужасная ситуация? Ты отказываешься играть за сборную Минобороны. У тебя НХЛ, у тебя НХЛовский контракт. То есть, вы понимаете, это серьезная тема с серьезными деньгами. Да и плевать на сборную Минобороны. Вы что, шутите? Ребят, куда вас несет? Из-за этого тебя не просто говорят, ну, блин, ладно, человек ищет, где лучше рыбка, где глубже. Ну, вот пускай Ваня едет в НХЛ, в Америку, в гнилую Америку. Нет, задержали его. И сейчас человек ответит за свои действия. Сейчас человек ответит за свою позицию. Ну, не хочет он играть за Миноборону. Грозит до двух лет заключения за уклонение от армии. Вообще, слышите, какой абсурд? То есть, на данный момент не просто нельзя критиковать власть, не просто нельзя вбрасывать фейки, то есть, высказывать свою позицию, не просто нельзя осуждать войну, а даже если ты просто отказываешься играть за сборную Минобороны, и вообще не знаешь, что это такое, да, тебе грозит до двух лет заключения, потому что, как мы уже говорили в нашем предыдущем сегменте, лишь бы человек был, а статья всегда найдется. До двух лет лишения свободы. Вы знаете, это просто взрыв мозга. Интересно послушать ваше мнение, дорогие мои сплетники и сплетницы. Вообще, какие еще могут быть последствия? Вот жизнь показывает, последствия могут быть самые ужасные. Если ты перейдешь дорожку власть держащим. И неважно, в каком контексте это будет, осудишь ли ты войну, или ты просто отказываешься играть за их сборную, у тебя сразу же появляется срок потенциальный, с потенциальным заключением. Что сейчас будет? Промывка мозгов, давление на него, чтобы он отказался от контракта в НХЛ, и чтобы остался в России играть за Миноборону. Вы вообще понимаете, какой нереальный трэш. Сейчас что начнется? Виза на выезд? Ну, правильно, айтишникам уже выезжать нельзя, спортсменам выезжать нельзя, никому выезжать нет. Выезжать еще пока можно. Но будут ли выездные визы? Это тоже вполне реальный разворот событий, потому что в контексте сегодняшних ситуаций возможно, в принципе, все. Я прочитал эту новость, и я был шокирован. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Вы знаете, что пишут? Тарасов, вот буквально несколько недель, наверное, назад, он пропал из Инстаграма. Боже мой, блогер Тарасов, не знаешь, как без него жить, не знаешь, как жить без его умных изречений. И вот он сейчас нарисовался. Буквально несколько дней назад он выложил сториз, где он говорит, что я возвращаюсь теперь в Инстаграм. Кто меня ждал, вот вы радуетесь, да? Пишут, что у него девушка появилась, дорогие мои. Зовут эту девушку Маша Шатенко, которая не ограничена комплексами. Фактически история вузовой. И первой женой повторяется. Выходит, что Костенко идет к разводу, и он ходит на сторону. Это прислала мне Пташка в директ моего Инстаграма. Вы всегда можете написать мне в мой Инстаграм, вы всегда можете подписаться и писать мне в директ моего Телеграма. Вы всегда будете услышаны, вы останетесь анонимными. А мы с огромной благодарностью здесь это все обсудим. Сколько она ему родила, Костенко? Троих, четверых. Вот недавно же у них тоже был ребенок, но она постоянно ему рожала детей. И вот говорят, появилась у него девушка на стороне. Пока это только сплетни, пока это только ходят слухи. Но вы знаете, мы такие ребята, которые до всего докопаемся. И вот появилась какая-то Шатенко Маша. Вот сколько раз он говорил. Помните то самое видео с Тарасом? Мы говорим про это самое видео по этой ссылочке. Можете пройти и посмотреть, наверное, два с половиной года назад, когда были вот эти вот сторис в его инстаграме, где он говорил, настоящий волк никогда не бросит свою волчицу. Какое же значит счастье, что вот встретить женщину, которую действительно любишь, и которая является, я не знаю, яблочком своего кадыка, да? А по факту, вы знаете, я не верю, что мужики, есть мужики, которые не изменяют. Вернее, нет. Есть мужики, которые изменяют, но они никогда не исправляются. Такого только могилы исправят. И вот если ты видишь, что он ходок, должна быть готова или должен быть готов. Неважно, женщина у тебя в партнерах, мужчина у тебя в партнерах. Если, ребята, ходоки налево, это в крови. Это никакой любовью, никакими новыми, правильными отношениями не исправить. Вы знаете, на самом деле, я не осуждаю ходоков, являюсь сам ходоком. Я считаю, что сходить налево, я постоянно об этом говорю, это моя четкая позиция, и я сделал эту позицию, вынес эту самую позицию, благодаря жизненному опыту. Для меня сходить налево, это просто фрикции, это физиология, не иметь никакой моральной нагрузки. Если я кого-то люблю, это не значит, что если я сходил налево, я этого человека разлюбил. Поэтому здесь, наверное, можно относиться, сейчас я скажу такую контроверсию, а со снисхождением к ходокам, ну, правда. Но вопрос в другом. Если ходок встречает человека, которого резко влюбляется, у меня есть теория, вот на себе я эту теорию обкатывал всю свою жизнь, что я легко влюбчивый. И если ты легко влюбчивый, и ты ходишь налево, то вот если ходок влюбится, то он очень быстро может закончить отношения. Вы знаете, на сегодняшний момент, вот на данный момент, я запутался в своих отношениях. Я честно говорю, я запутался, то есть я говорю, есть один, на второго смотришь, третьего держишь в уме. Вот у меня такая позиция. Мне говорят, ты просто не влюбился, не знаю, может быть, я не знаю, какая-то потеря моральных принципов развязали мне руки. Но вот смотри, на Диму Тарасова, я думаю, человек очень похожий, да. Все равно какая-то известность, все равно какие-то деньги, да. И возможности. А девчонки на меньшее лезут. Ну, правда, ребят, но женщины в постсовке для них вообще, если он дышит, вообще он жив, и он дышит. Это уже часто является тем фактором, что мужика нужно брать, но потому что на безрыбье рак рыба. Я удивляюсь женщинам постсоветского пространства, включено и Латвия, и Литва, и Эстония, и Украина, и Россия, да, что девчонки подбирают такой отброс очень часто, и ты удивляешься, ну вот как такая красавица, а лезет вот на такое непонятно что. А вон как оно бывает. И поэтому будем внимательно сейчас наблюдать за Димой, и его вот этой вот мистерийной Машей. И посмотрим, действительно ли он ходит налево. Но если он уйдет от Костенко, ребят, трое ли чьи это, сколько там детей этих? Я просто не хороший биограф этой самой семьи, и мне откровенно плевать, сколько у него детей, но детей там куча, да? И вот он, вот моя львица, моя волчица, никогда тебе не уйду. Тот самый момент, когда он обидел Ольгу Бузову, я не люблю Ольгу Бузову, но здесь это было правда. И унижал ее, и сейчас она до сих пор для него является дойной информационной коровой. И вот Костенко. А Костенко нужно быть готова, дорогая моя. Если ты думаешь, что ты исправила мужика, ходока, да, если он ходок, если ты думаешь, что вот от тебя он никогда не уйдет, девчонки, никогда не надейтесь на мужиков. Я постоянно об этом говорю. Я знаю, что финансовый вопрос стоит очень остро в постсовке, во всем постсовке, да, мы здесь не про Россию. Поэтому, девчонки, работайте, впахивайте, будьте самодостаточными. Вот тогда для вас не будет шоком и концом жизни, если ваш очередной кривой ходок, да, уйдет к другой всеядной. Ах, вон оно как, да. Иногда, как скажешь, так думаешь, какой же ты замечательный блин говорун. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. А может, кто-что знает про эту Машу Шатенко. Давайте пообщаемся в комментариях. Ну, и вот, пожалуйста, говоря про отмену культуры, русской культуры, да, Варламов сказал интересную мысль. Он в Твиттере это высказал свою позицию. Пока наши политики врут, конечно, он использовал слово не врут, а другое, начинающее слово на П, кончающееся на С. Пока наши политики врут, что русскую культуру за границей все отменяют, настоящая современная русская культура утекает за рубеж, а Россия останется со всякими газмановыми и басковыми. Уход Little Big еще один пример того, как русская культура огромным бурлящим потоком покидает страну и без всякой культуры отмена, о которой говорят по телевизору. Еще совсем недавно они были гордостью нашей страны, а сегодня они уезжают, потому что не могут мириться с политикой государства. Знаете, когда мы озвучиваем вот эту вот позицию, что кто-то там уехал, Моргенштерн, Little Big, Инстасамка, огромное количество народа пишут, ой, боже мой, Россия очистилась, слава богу, нет этого трэша, слава богу, нет этого отребия, они все равно все воровали друг у друга, там эти песни, это вообще квази-русская культура, русская культура не должна быть такой. Ребят, вопрос не про это, вопрос про то, что молодые, прогрессивные, потенциально имеющие возможность стать действительно большими звездами, ну правда, ребят, это чистая правда, и можно сколько угодно говорить, что Little Big сейчас скатились, что они не делают никакого интересного материала, но по факту они действительно молодцы, я не фанат их, но это в любом случае я послушаю лучше Little Big, чем я послушаю Газманова, я лучше послушаю, я не знаю, Моргенштерна, чем буду в кокошнике вертеться в тиши своей гостиной под Бабкину, я не знаю, я сделаю что угодно, чем буду залипать с бутылкой вина под Баскова, я не знаю ни одну их песню, и когда я слышу, что и как они поют, неважно, как они поют, может быть поют они неплохо, да, с точки зрения певцов, но когда ты слышишь тот материал, который они выдают, ты понимаешь, господи боже мой, хочется сделать вертушку, как Газманов, ну, чтобы сбить вот этот вот, блин, источник звука с подоконника на пол, и чтобы это звучание прекратилось, кто остался-то, кто остался, вот реально, ребят, давайте поговорим на эту тему, кого вы слушаете, дорогие мои россияне, кто еще не уехал, то есть не уехал, кто до сих пор остается в России, кого вы слушаете, или вы вообще больше русскую музыку не слушаете, а слушаете что-то зарубежное, мне очень интересно, потому что на все говорить, Икея ушла, ну, плевать на Икею, ушли, блин, конверс, конверс же ушли сейчас, конверс ушли из России, ребят, вы знаете, каждый раз мне говорят, ты радуешься, когда уходят фирмы из России, когда я радуюсь, это лично мой доход, то есть на гугле вообще нет рекламы на территории Российской Федерации, когда ушли конверс, ты понимаешь, о, еще один потенциальный рекламодатель, если бы гугл вдруг решил открыть опять рекламную площадку на русскоязычном ютубе, то есть они тоже ушли, и это ужасно, уходят абсолютно все, и это плохо, это беда, беда русскоязычных блогеров, потому что они теряют монетизацию, я никогда не радовался этому, это просто шок, конверс ушли, Левайс ушли, Икея ушла, да все, блин, ушло, и вот уходят все, бурлящим потоком, как правильно сказал Варламов, а потому что, если ты не уйдешь бурлящим потоком, а что останется, ребят, чуть-то заикнешься, по любому поводу, к тебе придут, и тебя спросят, что я не прав, давайте пообщаемся в комментариях, слушайте, а говорят, Собчак беременна, говорят же, Собчак, блин, беременна, вот фотография, да, Ксюш, отвратительное платье, конечно, безобразное платье, здесь ничего, оно тебя не красит, выглядишь ты прям, ну, я вижу, постаралась, укладку сделала, браслет и нацепила, но выглядит это все ужасно, и вот вторая фотография ее, где она в этом голубом платье, замечает, очень красиво, на самом деле, Биркин, темно-синий, электрик цвет, и золотая фурнитура, очень красивая Биркин, но животик у нее видно, и вот говорят, дорогие мои, что Ксюша Собчак тоже беременна, кстати, интересный момент, подписывайтесь на мой основной канал, ссылочка на него будет тоже в описании, через неделю будет гадание на Ксюшу Собчак, и вот в контексте всего этого, мне интересно, а не беременна ли сейчас, Ксения Анатольевна, если беременна, беременна ли она от Богомова, вы знаете, Ксюша Собчак, мне кажется, это та самая акула, которая мужиков на завтрак кушает, да, и ковыряет, одного мужика съела, а вторым мужиком в зубах поковырялась, да, мне кажется, что от Ксюши Собчак можно ожидать вообще чего угодно, вот такой вот она, интересный человек, но имеет право, наверное, да, что Собчак, голубая, белая кость, голубая, белая кость российской политики, такая там у них династия, да, и вот смотрим, и внимательно будем наблюдать за ситуацией, с Ксенией Собчак, с Ксенией Анатольевной, да, а не беременна ли она второй раз, кто ее давно со стаканом, ты видел, интересно, давайте пообщаемся в комментариях, очень все, это интересно, и вот, пожалуйста, встречайте, это ЗОЖМЕН, Роспотребнадзор, значит, сделал мужчину с жутким оскалом, радушная улыбка, конечно, да, который научит вас правильно питаться, похожая рисовка очень на советскую рисовку, когда можно было что-то придумать новенькое, ничего они не придумали, вы знаете, мне всегда удивляет, скажите, это я или нет, посмотрите на лицо ЗОЖМена, да, острые черты лица, блондин, римский, вот этот вот, как называется, императорский, ну, Юлий Цезаря, плащ, и мне интересно, я вижу в нем Путина, или я уже начинаю здесь параноидить, я вижу в нем Путина, или нет, дорогие мои, острые черты лица, тонкий нос, коротко-блондинистая, это улучшенная, мультяшная интерпретация Владимира Владимировича, нет, или здесь я что-то путаю, но вот в любом случае, вот эта вот крепота, это теперь называется, ЗОЖМен, и будет он детей ваших учить правильно питаться, вот мне интересно послушать ваше мнение, дорогие мои сплетники, давайте пообщаемся в комментариях, вот смотрите, дорогие мои, все вы помните Владимира Епифанцева, и вот пишут, что он живет сразу, одновременно, с тремя женщинами, до этого он моногамностью никогда не отличался, любовница Анна Цуканова, кот была подругой его жены, правда супруга соперницы тогда не подозривала, но тогда он был и с женой, и с подругой, и после развода Вова пустил с вас и тяжкие пишут, надолго дамы у него никогда не задерживались, и тут вышла какая-то вот Юлия, влюбившаяся в него, вот наверное одна из трех, это Юлия, словно кошка, значит Шура Мура у него были с Юлией, и постепенно Епифанцев, значит, к ней проникся, и вот сейчас говорят, что Юлия, вот это вот его новая любовница, да, она привыкла, вернее она смирилась, наверное с тем фактом, что мужик ходит налево, и вот на данный момент у него вроде как чуть ли не постоянные три девушки, с которыми он имеет отношения, вообще ваше отношение на полигамию, вообще ты смотришь и понимаешь, что я когда анализирую подобных мужиков, сегодня у нас что-то одна тема дня, да, когда я анализирую подобных мужиков, у меня всегда вопрос в голове, это же какое-то, наверное, это, наверное, расстройство, когда мы говорим про полигамию, это, наверное, какое-то отклонение от нормы, когда люди не могут сконцентрироваться в отношениях на одном партнере, на одной жене, на одной любовнице, на одной девушке, что это такое, или это все-таки тоже норма, когда человек ходит и направо, и налево, имея одну постоянную девушку, а вот здесь говорят, у него три постоянные девушки, я, конечно, рад за него, что он живет как хочет, да, я люблю людей свободных, но вот мне всегда было интересно, что такое полигамия, потому что я сейчас объясню вот про себя, если говорить, да, то есть если я хожу налево, это норм в структуре моей жизни, ну, если, например, у нас будут полностью открыты отношения, и мой пацан будет ходить налево, а вот здесь нет, так нельзя, это, конечно, огромный эгоизм, наверное, да, но это вот то, что чувствуется для меня лично органично, это то, что чувствуется для меня моей собственной нормой, пускай со стороны это звучит абсолютно ужасно, это звучит абсолютно по, ну, просто как монстр, да, а вот для меня это норма, это вот моя личная норма, и вот мне интересно послушать, дорогие мои дамы и господа сплетники, что вы смотрите вообще на ситуацию полигамии, да, и кто вообще что знает про Епифанцева, неужели только три, потому что я думаю, если где три, там и пять, давайте пообщаемся в комментариях, интересно послушать ваше мнение. Дорогие мои сплетники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддержим приюты для бездомных животных, мы никогда не проходим мимо страданий бездомных, маленьких комочков, собачечек и кошечек, ребят, если вы видите несправедливость по отношению братьев наших, меньших, подойдите, защитите, это все, что мы можем делать, и мы сплетники с огромной гордостью несем вот это вот знамя адвокатов, братьев наших, меньших, поддерживайте приюты, поддерживайте и защищайте, берите к себе домой, любите маленьких кошек и собак, и они будут вам дарить обратно такую же любовь и заботу, которую вы никогда не получите от людей, типа меня, монстр, который эгоцентрик, и который сконцентрирован на собственных, не знаю, гедонизм, это не гедонизм, на собственной вот этой вот такой натуре. Люблю я собак, люблю я кошек, и Араша, наше сообщество, постоянно несет это знамя защитников и доказывает всему миру, что мы сплетники, умеем не только сплетничать, но и любить. Вот все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо огромное абсолютно всем за подписки, за пальцы, за комментарии. Огромное спасибо всем спонсорам канала, дорогие мои спонсоры, лично мы благодарны за то, что помогаете нам производить ежедневный контент. Огромное спасибо всем, кто шлет нам донаты. Переходите по ссылке в описании на мой основной канал и посмотрите второй, я уверен, вам очень понравится, потому что видео получилось просто нереально интересно. Я вас обожаю, сплетники. Всем хорошего начала недели, всем удачного понедельника и хорошего воскресного вечера. Я вас люблю, сплетники. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин